сразу характеристики длина полтора метра довольно таки удобно я сам садился под нее так сказать под себя делаю чтобы не было удобно по дизайну теперь по дизайну клиенту я так скажем была она такая же скамейка у меня если кто видел знает по дизайну потом просто клин захотел что-то по особенней внутрь боковина на вроде стандартно но здесь торсион просто использован плюс какие здесь труба вита использована потом но ведь сама орнамент цена подорожала потом бывает обычно две вот такие планочки здесь третье вот ну и как вы видите мощное я бы так сказал патинирование мощное мощные вот это все насыщенное и немножко шучу но видите здесь и сверху они захотели мир на принципе цена тоже не вопрос это кстати урны их их не могу потом рассказать про уровень тоже в стиль все закручены мебельными болтами добавил я говорю вот этих элементов я устроил по дизайну так что мне в принципе тоже нравится ну самое главное тоже бывает у меня что там дизайн слишком что-то много слишком чего-то мало это я вам сразу скажу ребят мой дизайна я в основном тоже придумаю саму то что клиенту нравится даже голову не забиваю то есть ему чтобы нравилось понравилось все купил забрал и это самое главное так что претензии тут с каждым клиентом по отдельности ведь патинирование даже я здесь сделал ведь вот так это про патинирование рейку почему рейка скажем краска покрашена они лаком потому что так прежде всего лучше лучше и надежнее и долго рейка покрашены краской это она будет больше держаться лучше подкрашиваться потому что лаком я вам сразу скажу мне лаково есть этажах продаю но это по надежность лучше и подкраска да конечно более когда текстуру видно и лаком Она покрашена она лучше. Бывают тёмные, солидные смотрятся. У меня и такие лавки, и такие. Но это лучше. Ну и подкрашивать вам будет легче. Ещё про плюсы. Ещё про плюсы. Ну, это прежде всего про швы сварочные. Посмотрите. Здесь в круг варится. Чтобы вода не заходила. Потом. Вот тут, видите, шов. Здесь. 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 И ещё сзади так же. Ну и здесь торсион из 10 квадрата. Запатинировать даже вот. Это, конечно, я на цене почему показываю. Не то, что там кто-то хвалится. То, что почему там цена немножко другая, чем стандартные скамейки продаются в магазинах. Вот. Потом, видите, усиление. Раз, два. Здесь 40 на 20 на ребре. Каркас полностью сварной. Крепкий очень. И здесь тоже, видите, 40 на 20 труба. Плюсы. Ну и, говорю, третий планк, который вам будет держать спинку. Тоже всё надёжно приварено. Здесь ещё швы можете здесь посмотреть. Здесь всё так же варилось. То есть, это я и для сварочков показываю, для клиентов. В чём разница, почему цена дороже, чем у других, скажем так, китайских вариантов скамейк. быстро, легко собирается. Но то, что они потом их подваривать надо там и так далее, это мы уже знаем. Модель данная, конечно, нестандартная. Сейчас у меня только в одном экземпляре вот такая скамейка. По-моему, раньше у меня даже на сайте её не было. Потому что я немножко добавил. Стиль похоже был. Ну, и урна тоже такая же. Я её забабахал. Оно у меня Сочи называется. Тоже умею их заказывать. Кто пять, что кто десять, там для ТСЖ. Вот. Но про них тоже будет ещё отдельный репортаж. Тоже она мощная. Запатинирование. Берёт она, по-моему, по три с половиной тысячи. Будем дальше делать точно дороже. Вот в таком состоянии точно больше места. За три с половиной вы меня не возьмёте. Ну, какие плюсы здесь, я уже расскажу. Ну, какие плюсы. Прежде всего, видите, металл. Полтора-два миллиметра. Ну, и шов тоже очень много. Тоже материал такой же. Тоже красил с хорошей краской. Ну, да, даже, кстати, скамейка конкретно. Красил с даже два слоя чёрной краски. Красил с. Рекомендуется разную. Здесь тоже всё надёжно. Вот так легко она крутится. Так что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...